Ас-саляму алейкум и рахматуллахи та'алю и баракату, уважаемые жам'ат, братья, сёстры, взрослые, молодые. Да сделает Аллаху та'алю этот благодатный мажлис причиной прощения наших грехов, ибо мажлисы, в которых мы грешим, их очень много, особенно грехи, связанные с нашими устами, ибо, как говорится, у языка нету костей, и он делает грехи без никаких трудностей. Поэтому мы очень нуждаемся, чтобы такие плохие греховные мажлисы смывались такими благодатными мажлисами. Пусть это будет таким. Аллаху та'аля в Коране говорит, Аллаху та'аля говорит, это Тафсиры ибн Катир говорится, Аллаху та'аля выкупил у верующих людей, у верующих. То есть первое условие здесь, те, которые уверовали Всевышний Аллаху та'аля, его пророков, ангелов, книги, судный день, Катир. Верующих людей Аллаху та'аля выкупил их жизнь и их имущество, взамен отдавая им рай, судный день. Получается, верующие уже с момента того, как уверовали, продали свои жизни и свои имущества Всевышний Аллаху та'аля, взамен мы должны получить от него в виде награды, в виде оплаты рай. Эта оплата и награда, это как бы так, как пример, да? Ибо Аллаху та'аля нас сотворил, наши деяния сотворил, рай сотворил. Поэтому нет у нас, чтобы ему чем-то оплатить и чтобы у него что-то выкупить. Это просто в качестве примера Аллаху та'аля говорит. То есть верующие, их имущество, их жизни принадлежат Аллаху субхану ва т'аля, и если они будут на этом договоре находиться, держаться, взамен они получат от Аллаху та'аля в судный день вознаграждение в виде рая. Далее, говоря о тех верующих, которые продали Аллаху та'аля свои имущества и свои жизни, Аллаху та'аля их описывает такими свойствами, качествами, сифатами. Известно, что верующие люди, кроме пророков, они не защищены от грехов. Аллаху та'аля нас такими сотворил. Даже наш отец Адам, находясь в рае, по кадру Аллаху субхану ва т'аля, такой поступок совершил, из-за которого он был переселен из рая на землю. Поэтому люди, верующие, какого бы уровня они ни были, кроме пророков, они подвержены попаданию греха. И свойством верующего, чтобы они покаялись садиянам, чтобы они делали таубу. Даже великие аулия и большие любимицы Аллаха и то попадают в грехи. Но между ихними грехами и грехами остальных разница большая. В книгах пишут их грехи подобные навозу, который мы бросаем в огород, по деревья, фруктовые. Даже если это навоз на джаз, нечистота, когда мы его бросаем, удобряем деревья, он начинает давать еще лучшее, еще вкусные, еще сладкие плоды. Точно так же это влияет, когда они грехи попадают, они, стыдясь Аллаху та Аллаху, усердствуют больше в ободате, больше стараются, и у них больше мага поднимается. Но тем не менее, мы, обычные верующие, которых Аллаху та Аллаху дал такой немат, как вера, должны быть всегда покаяющимися, ибо без греха человек не бывает. Особенно это касается самого легкого греха, греха нашего языка, такой, как рыбат, хула, намимат, когда мы друг другу доносим их разговоры, когда мы говорим «Бухтан», наговариваем на других людей, когда мы свое драгоценное время тратим на бесполезные, ни для Дуниала, ни для Ахирата разговоры. Вот это все грехи и уставы, мы должны покаяться, в том числе и эти грехи, не говоря уже о других. Первый признак верующего Таеву, когда он, подаваясь соблазну от Ибилиса, от шайтана, от шайтана или от своего науса попадает в грех, он делает покаяние. К этому нас приводит и Тасауф, о котором говорилось в предыдущем выступлении. Тасауф, первый ступень Тасауфа – это Тауба в Акаянии. Далее Аллаху Таула говорит «Аль-Абидун», который совершает поклонение, «Рибадат». «Рибадат» не надо понимать, как только совершение намаза, стоя на коврике или мечети нет. «Рибадат» – это наша жизнь, образ жизни. Как было сказано, наши отношения с Аллахом и наши отношения с людьми – это все «Рибадат», и там Аллаху Таула расписал каждую мелочь. И мы должны служить Аллаху Таула, именно соблюдая те нормы, которые он указал в своем шариате. Второй ступень, который Аллаху Таула дает нам – это «Аль-Абидун». люди, которые совершают богослужение, проявляют покорность Всевышнего Аллаху Таула во всех сферах нашей жизнедеятельности. «Аль-Абидун» – Аллаху Таула нас одарил столькими нематами, если мы выйдем их считать, нам нашей жизни хватит. Начиная с того, что Он нас сотворил, сделал людьми живыми, начиная с того, что Он дал нам возможность дышать без никаких трудностей этот воздух. И столько немат, которые Аллаху Таула нам дал в виде глаз, которые так прекрасно видят, уши, слышащие, рот или уста, о которых мы говорим. Эти все нематы, которые Аллаху Таула нам дал, мы должны быть благодарны за эти нематы. Благодарны каким образом? Двумя образами. Первое – это салами. Аллаху Таула говорил «Аль-Хамду Лиллахи Тхамла Уль-Мизана». Когда мы говорим «Аль-Хамду Лиллахи искренне от души, благодаря Аллаху Таула за нематы», вот эта благодарность наполняет наши весы благими деяниями. И второй вид благодарности – это, чтобы ты каждый немат, который Он дал тебе в виде органов, в виде тела, в виде твоих этих сил, использовал именно для тех целей, для которых Аллаху Таула их сотворил. Глаза, чтобы смотреть на чтение Корана, на лица Бога, ну, Аулия Усмаханного Та'ала, чтобы ты этими глазами смотрел на необходимые вещи для твоего дуняла и ахирата, а не для того, чтобы смотреть на запретное, на чужое. И если мы будем использовать это зрение, именно для этого мы проявляем благодарность Аллаху Таула. И точно так же каждый орган использует для того, для чего Аллах его сотворил. То есть мусульмане, верующие, должны быть благодарными Аллаху Таула, проявляя благодарность и своим словом, и своим поведением. А сайхун, который соблюдает пост, сайхун, а это соблюдает пост. То есть пост, это когда ты берешь верх над своими страстями, когда ты заставляешь себя отказаться от еды, от питья, от сношения женщинами. То есть вот те все эти вещи, которые ты для себя допускал до этого, ты, ради Аллаху Таула, отказываешься от них. Это пост. А раки уна саджидуна, это, естественно, совершают намаз, ибо намаз опора нашей религии. И тот, кто в могиле ответит за свой намаз, в дальнейшем спросе будет намного легче. Намаз это опора нашей религии. Наша религия опирается на нашем намазе. И кто совершает намаз, как полагается, он свою религию тоже соблюдает, как полагается. Поэтому необходимо нам изучить свой намаз. От чего он портится? Какие там не допускаются действия, слова, какие-то мутилеты сулаты, особенно условия намаза, аркады намаза, основы намаза, суннаты, обвалы. Это все надо изучить. И самое главное, один из самых главных, чтобы во время намаза ты, когда мы говорим ты, это верующий, чтобы верующий во время намаза знал, перед кем он стоит, с кем общается, о чем говорит и что от этого ожидает. То есть худур должен быть в сердце. Без худура совершенный намаз, ну ты формально его исполнил, но награду не получаешь. Поэтому намаз это опора религии и внешне, и внутренне. Это тоже цифр верующих. Они должны, когда видят то, что Аллах повелевает, когда люди это оставляют, они должны содействовать этому. То есть делать повеление добром и осерегать людей от запретного. То есть мы должны друг друга поддерживать. Моя хата с краю не прокатит, не проходит такое отношение к мусульманам, верующим. Мы должны, как за себя, думать о других. То, что мы для себя не позволяем, мы должны стараться, чтобы другие тоже не совершали. Это очень важная составляющая религии, которую, к сожалению, мы часто оставляем из-за внимания. Далее. Очень важный момент. Это соблюдение тех рамок, которые установил Аллаху Та'ала во всех деяниях. Есть рамки, если ниже этого, если мы меньше этих рамок, этих границ, это будет Тафрит. А если больше Ифрат, нельзя не переходить эти рамки, не опускаться ниже этих рамок. Имам Азали говорит, когда салаву сираху, мы же все верим, что в суде будет сират. Это мост, по которому мы перейдем, по милости Аллаху Та'ала, если мы сумеем перейти, мы попадем в рай. Это сират. Он говорит, это сират нам, верующим, необходимо проходить еще в Дуняле. Насколько мы здесь ее перейдем, настолько перейдем и в Ахирате. Это сират, как надо проходить? В каждом деле есть середина. В каждом деле есть середина. Если, например, шедрость, расход денег, если ты деньги расходуешь, расходуешь туда, куда Аллаху Та'ала тебе запретил, это Ифрат. Например, человек, который зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц, и за эти деньги он покупает айфон за 100 тысяч рублей, влезая в долг, он перешел границы. Или же он свою семью не содержит, как полагается, не тратит, настолько он скупой, что ему трудно тратиться на свою семью. Это уже и Та'фрид. Сиредина, чтобы твои расходы были соответствующим шариату. В каждом деле сиредина, вот это есть сират. Поэтому нам необходимо соблюдать рамки шариата, если мы хотим быть верующими. И в конце аяты говорится не забыть об Аллаху Субхану А.Та'ля. Это самое главное условие соблюдения вот этих норм. Если мы все время замечаем, понимаем, не забываем, что за нами Аллаху А.Та'ля следит, естественно, мы будем соблюдать его рамки. Точно так, как соблюдает водитель знак 90 или 70 или 60, когда за этим знаком стоит камера видеонаблюдения, он не превышает скорость, потому что знает, обязательно будет ответ, придется отвечать в виде денег, штрафа. Поэтому для того, чтобы мы все время вспомнили Аллаху А.Та'ля, необходимо делать много зикра по мнению Аллаху А.Та'ля, Субхану А.Та'ля. А для этого такой весомый вклад, помощь оказывает нам вот пусть тасавуфа, о котором говорил наш предыдущий брат Мухаммад Хачев. Пусть Аллаху А.Та'ля делает нас из числа людей верующих, которые обладают этими нравами и которые вот тут вот разделка заключения Аллаху А.Та'ля с Аллаху А.Та'ля завершили логическим завершением и получили обещанные вознаграждения в сегодня день. Пусть Аллаху А.Та'ля делает нас из числа верующих истинных. А.Та'ля, Аллаху А.Та'ля,